Давненько у нас не было необычных и невозможных сидов, поэтому нужно исправлять эту ситуацию. Сегодня мы на такие посмотрим. Я понимаю, что многие из вас вспомнят, что в прошлый раз я говорил, что этот выпуск будет особенным, ведь я покажу сиды, которые отправили мне именно вы. Но дело в том, что многие люди попросту делают это максимально странно, то забудут версию написать, то забудут написать сам сид, или вообще скидывают самый обычный и простой сид. Поэтому я принял решение создать специальную форму, ссылка на которую находится в описании, где каждый желающий сможет точно скинуть всю нужную информацию, так что дамы и господа, дерзайте. Привет, меня зовут Неркин, мы начинаем открывать Майнкрафт по-новому, вперед за истиной! Да давай быстрее, ёбаный! С выхода версии Майнкрафта 1.1.1, начали появляться новые невозможные. И меня рука его бесит кстати, маска топ. Рука зачем сделал руку такую? Вовможный и красивейший. Сноркиц, переделывай руку. На версию 1.17, что конечно не может не радовать, поэтому открывает сегодняшнее видео очень необычный сид, А именно вот эта штука. Вы только гляньте на эту красотень. Во-первых, у нас есть какая-то непонятная бухта, я бы так ее назвал. Вот здесь гора, вот здесь гора. Ну, после тех гор, которые мы видели в 1.18 снэпшотах, это, конечно, слабо верится, что это гора, это какие-то горочки такие небольшие. Но вы гляньте на эту красоту здесь. Слушайте, ну тут прям домик, прям напрашивается домик, окна сделать нормальные. И реально здесь жить, это охуенно. Каким-то непонятным и странным образом смог сгенерироваться корабль, который полностью в скале. Причем, окей, ладно бы, если бы это был корабль повернут на 90 градусов. И он был в обычном состоянии, в котором он бы мог потонуть. Так нет, он же развернут на 180. И от этого мне прям не по себе. Ну то есть он реально красивый и необычный. А мне вот только интересно, есть ли здесь в нем, если мы прям зайдем в режим наблюдателя. Посмотрим, да, сундук есть один. То есть, кто есть, ну, идуть планеру. Возможно их, потому что, ну, как бы, он прям олицетворяет это слово. Это вот, если бы вы говорили невозможный сид, у вас должен появляться в уме сразу именно этот мир. Спавнимся мы в биоме мессы. Как видите, она довольно-таки большая, но в этом не есть какой-то необычности. Это не особенность. Да, это прикольно, конечно, довольно редко, но все же это не невозможно. То же самое касается и всего остального. Здесь нет каких-то странных, непонятных сооружений в виде того, что возможно... Да ёбаный, ну не томи, заебал ты, блядь! И на нем генерировался пустынный храм. Нет, такого здесь нету. Прям вообще ничего. Чтобы продемонстрировать вам всю боль этого... Что, блядь?! ...васеда мне придется пройти создание этого мира вместе с вами. Сид и создаем... ...его я прям вместе с вами ничего не монтирую, ничего не делаю. Только дожидаюсь создания этого мира и, как вы можете заметить, появляемся мы... Охуеть! Он в лаве появился. Ебануться, блядь. Охуеть. Но это того стоило ждать, конечно. И сразу же умираем. Появляемся сугубо в лаве. И у нас нет возможности никаким образом выбраться здесь. И как можно быстрее все разрубить, чтобы здесь не было никакого блока и он сломался. Охуеть! Нет, не хватает времени вообще от сова совсем. Охуеть! Сколько бы вы не пытались, сколько бы вам не удавалось, вы все равно не сможете его сломать, чтобы как-то выбраться. И это прям мега странно. Я понял. Потому что я впервые в жизни сталкиваюсь с таким тидом, чтобы здесь... Вот как-то так можно было застрять. То есть нету ни блока земли, нету ни блока гравия, ничего, чтобы можно было быстро сломать и вылезти из этой лавы. Никак. И даже самое интересное, что нету никакого места, чтобы где-то вылезти и встать. И появляемся мы вот здесь в пещере, а над нами месса. Так что это, блин, действительно, реально невозможный сид. Следующий сид, который я хочу вам показать, имеет тоже свою необычность. Во-первых, мы появляемся вот здесь. И возле нас сразу же есть деревушка маленькая. И здесь, правда, вот непонятные перекрёстки, где должны быть домики, но их почему-то здесь нет. Кузницы я здесь тоже не наблюдаю. Это прям обидно, но приятно то, что здесь есть вот такой портал. Правда, он полуразрушен, но всё равно спидранерам бы вот такой сид точно пригодился на все 100%. Но это его не главная особенность. Самая главная особенность, это его крепость. Поэтому телепортируемся на вот эти вот координаты, что приятно эта крепость находится прям под пустынной деревней. Вот здесь тоже, к сожалению, кузницы, но ничего страшного. Ныряем под землю и смотрим, что крепость здесь довольно-таки большая, потому что здесь есть сразу две библиотеки. Вот одна библиотека, вот там вторая библиотека. Сундуков тоже крайне много, но самое главное, это портал, который полностью сгенерирован со всей... Ебануться, Юра, охуеть. ...двенадцатью глазами края. Вы скажете, блин, так а в чём интересность-то? Это уже давно было. Во-первых, это версия Майнкрафта 1.17, это раз. А во-вторых, это глаза полностью вставленные и созданные самим Майнкрафтом. То есть не багом, ни чем-то другим. Потому что все предыдущие разы, которые я вам показывал, практически все порталы были каким-то образом забагованы. То есть не было одного портала вот здесь, либо вот так не было, либо вот так, либо был только один, и при этом всём глаз, возможно, не хватало. А здесь все глаза и при... Там хватает глаз, ну вы поняли же, да? При этом всём полностью был создан весь портал. Ну, правда, мне его пришлось разрушить, для того, чтобы продемонстрировать вам различные вариации порталов. Но это реально тоже необычно. И я кайфую от таких седов, потому что шанс такого портала один к триллиону. Я не знаю почему, но в последнее время у нас очень много различных невозможных и необычных седов, связаны с Мессой. Этот биом довольно-таки интересный, помимо того, что он редкий, у него ещё крайне много различных тайн. Жить в этом биоме я бы 100% не стал, но он не нравится тем, что он необычный. Он выделяется из всех остальных биомов Майнкрафта. Но сейчас пойдёт речь совсем о другом, а именно о том, что находится вот в этой горе. А если подойдём поближе, то сможем заметить спавнер пауков, при этом всём необычных, а ядовитых пауков, которые прям на поверхности. Как вы можете заметить, здесь нету никакого данжа, здесь нету сундуков. Даже если мы занырём внутрь, то мы увидим, что здесь нету никаких сундучков, нету ничего. Это не данж. Самое интересное то, что это как будто бы должен был быть кусочек месы, на которой очень часто спавнятся вот такие спавнера с пауками. Но как видите, это уже не меса, это как раз-таки обычный биом. Но и дополнительным бонусом ко всему этому будет то, что здесь находится вот такой шикарный сундук с вагонеткой. Как бы могла сгенерироваться ваша крепость, и это тоже довольно редкая штука. Поэтому я телепортируюсь на эти координаты, и появляемся мы вот здесь, на небольшом островке. Один остров, второй остров, третий остров. Да, здесь можно было в принципе повыживать, как Робинзон Крузо, но нас интересует совсем другая штука. Если мы посмотрим вот на это маленькое возвышение, то заметим, что здесь есть начало нашей крепости. И не просто начало, вот здесь тоже, понятное дело, есть начало крепости. Прикольно, вот это тоже прикольно. Самое примечательное здесь то, что это винтовая лестница, которая как бы ведет нас вовнутрь нашей крепости. И это до невозможности, потому что именно так ночь и планировал сделать, чтобы вот эта вот винтовая лестница, как раз-таки выходила на поверхность. А если мы ее встретили, то мы могли спуститься вниз нормально, а не вскапивать вот так вот землю, куда нам показал наше око-крае. А зайти спокойно и войти в крепость, и только там уже начать свои приключения. Ведь это же логично, кто тогда построил эту крепость, если в ней нету входа из поверхности. Это странно, согласитесь. Сид, который я хочу вам продемонстрировать сейчас, это была моя мечта где-то 2-2,5 месяца назад. Потому что я просил вас, чтобы вы мне помогли найти сид, в котором было бы 5 спавнеров. В итоге, в итоге мы не нашли 5 спавнеров, которые работали в одном радиусе, но мы нашли целых 11 спавнеров, которые работают в радиусе. Даже их было больше, но все они, к сожалению, не могли работать вместе. Сегодня же я хочу вам продемонстрировать нечто необычное. Опа. То, что все-таки мы смогли найти. И правда, после тех 11 сидов, которые, конечно, не так сумасшедше красиво, но все же тоже прикольно. Во-первых, у нас здесь есть 5 различных спавнеров. Во-первых, у нас есть спавнер с ядовитыми пауками раз. Спавнер с ядовитыми пауками вот два. Затем спавнер с ядовитыми пауками три-четыре. И как вишенка на торте, пятый спавнер, и это спавнер... Они не в зоне прогрузки друг друга. ...зомби. Блин, как же круто. Это далеко, это далеко, предыдущий был покруче. И все они работают в одном радиусе. Вряд ли. Не ошибаюсь, вроде бы как должны. Я не знаю, почему как раз-таки больше всего спавнеров с ядовитыми пауками. Не с обычными, не со скелетами. Ну а ты что думал? Не с зомби, а именно с обычными. Бля, я надеялся на то, что тут покруче что-то будет. Пауками. Вам не кажется, что пустыня довольно-таки обычный биом? Да, я понимаю, что название пустыни говорит само за себя. Здесь должно быть пусто, и ничего больше. Но если рассмотреть этот биом в условиях игры, она вообще практически, ну, беспонтовая, неинтересная. Но эта пустыня именно в этом сфере довольно-таки необычная, потому что она имеет в себе вот это. Ну, мне придется немножко подлететь вверх, чтобы вам показать всю красоту. А именно вот эту красоту. Небольшой красивый оазис посреди пустыни. Да, здесь тоже вот есть джунгли, даже бамбуковые джунгли. Но именно вот здесь красиво находится вот такой маленький оазис из джунглей, в которых можно заблудиться 100%. Не знаю, почему-то до сих пор у меня странные ощущения, связанные с джунглями. Вот там вдалеке у нас виднеется форт постразбойников, а с правой стороны где-то должен быть... А, вот он, пустынный храм и деревня. Никнейм на Зы, заканчивается на Квиэль. Потому что в этом... А? Ну, кроме некоторых, у кого начинается никнейм на Зы, заканчивается на Квиэль. Потому что в этом Сиде, как вы можете заметить, есть сразу одна, две и даже три кузницы, в которых... Для меня самого будет это сюрпризом. Давайте проверим. В первой кузнице... И семь блоговит, нуерка, и еще один меч, и шикарно. Нормально, нормально. Наверное, минут за ше... Если перегенерировать постоянно, то может же будет еще всякое. Ни в коем случае. Создаем новый мир и прям-таки вот вместе с вами смотрим, что сейчас будет. Мы появились на этом Сиде, и гляньте, что происходит. Мы появляемся вот в таком положении, как будто мы ползем куда-то. И я ни разу в жизни не появлялся вот таким образом в Майнкрафте, чтобы я был в таком положении. Ну вот честное слово. Ну не спидранинский ли это Сид? Не, ну пойдет, что он не спидранинский, потому что здесь нет нигде деревни. Но гляньте, портал шикарный, и мы вот прям вот в этом блоке, вот тут вот генерируемся. Это странно, это необычно, и это прям, ну очень круто. Тем более, у нас вот здесь есть сундучок, в котором есть карта. Себе вот эти вещи, и еще один сундук, в котором... Какая нахуй карта, блядь? Не шибко приятные вещи, может было лучше. Но это тоже необычно, согласитесь, очень круто. Появляемся мы вот на таком небольшом островке, который находится посреди океанчика. И вот там вот у нас есть очень приятный бонус, в виде того, что здесь затоплен корабль, для крушения лицезреть. Да, господа, это самый что ни на есть настоящий корабль, который на плаву. Ну вот серьезно, посмотрите, это полностью обычный корабль, который не разрушен, который стоит на воде, или плывет на воде. Ну в общем, такое ощущение, что он попросту сел на мель, и не сможет никуда больше двигаться. Мне сложно назвать это кораблекрушением, потому что, ну как бы, вот то было кораблекрушение, а это, это обычный корабль, который сел на мель, в котором затопило. Да, у него еще типа нижний уровень затопило, а дальше не затопило. Топило его немножко, затопило, но все же, это еще полностью нормальный корабль, класс. Хайпуля. Ну вот, вот, вот согласитесь, это прикольно. Помните, в одном из видеороликов, я показывал вам грибной биом? Я понимаю, показывал вам их очень много, и нужно уточнить, какой именно. Тот самый остров, который длиной в 3000 блоков, если не ошибаюсь. Может, я путаю, но он был крайне гигантским, крайне длинным, скажем так. Таких я еще не видел, и я больше уверен, что многие из вас тоже его не видели. В этот раз, у нас не будет грибного биома, у нас будет пустыня. Во-первых, появляемся мы вот на этом возвышении, справа от нас, понятное дело, куда же без пустынных храмов пустыня. Триточный лес, прям мини-мини цветочный лес. И все остальное у нас будет погружено в пустыню и саванну. Это ли не чудо? 3000 на 3000 блоков эта территория будет погружена именно в эти биомы. Так что если вы видели себе мир полностью из пустыни и этих, и саванны, то милости прошу, это все для вас. Здесь есть как и деревни, так и форт-посты разбойников, и все остальное. Что, что, бинго? Все вы здесь можете найти. Даже есть колодец, где можно набрать водички. Так, дамы и господа, я прекрасно понимаю, что Майнкрафт 1.18 еще не вышел. Это только экспериментальные снэпшоты. Но если подумать, есть такие шикарные седы, которые прям, ну, грех не показать вам и не продемонстрировать, что же в них есть такого особенного. Нечто необычное. Посмотрите на эту красоту. Во-первых, здесь есть бамбук-вылес, который создан в джунглях. И здесь есть вот такие шикарные, пышные, мшистые пещеры, заросшие пещеры. Кто как их называют, и это шикарно. Я не знаю, почему здесь так красиво падает цвет, который вот прям вот отсюда падает сюда. Есть темные участки. Я поэтому не хочу включать ночное зрение, чтобы не портить всю эту красоту, потому что именно освещение создает этот эффект. Очень круто, бы пожить бы, да. Я в шоке, честно. Оно выглядит настолько необычно. Ну вот то же самое, посмотрите на эту прикольную штуку. То есть здесь сгенерировался столб, на котором есть подзол, а наверху этого подзола растет бамбук. Но при этом всем, если мы посмотрим, здесь есть небольшой разрыв, который это неясно, между прочим. И здесь, ну прям, ну шикарно. Я не знаю, вот эти вот глиняные аквиферы водные. Свисающиеся, светящиеся ягоды. Вот там у нас красиво сгенерировался спор от свет. Это необычно. Ну вот честное слово. Красиво до невозможности. Дамы и господа, вот такие у нас сегодня получились седые. Я опять-таки напоминаю, что в описании есть специальная ссылка на гугл форму. Класс, спасибо, папа. Всем привет, я Спрейт. Абриски. Понял, Спрейт. Продолжение следует...